Премудрость, глава 17. Великие непостижимы суды твои, посему ненаученные души впали в заблуждение. Ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла. Думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками. Ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха. Но страшные звуки вокруг них приводили в смущение, являлись свирепое чудовище со страшными лицами. И никакая сила огня не могла озарить. Ни яркий блеск звезд не в состоянии был осветить этой мрачной ночи. Являлись им только сами собой горящие костры, полные ужаса. И они, страшась невидимого призрака, представляли себе видимое еще худшим. Пали обольщение волшебного искусства. И хвастовство мудростью подверглось посмеянию. Ибо обещавшиеся отогнать от страдающей души ужасы и страхи, сами страдали позорной боязливостью. И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать. Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестия боязливым и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящие мучения. И они в эту истину, невыносимые из глубин нестерпимого ада и шедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожены страшными призраками, то расслабляемые душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кого тогда, кто был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков. Был ли то земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне, всякий был застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе. Ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы, свищащий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск ломающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих свирепеших зверей, или отдающиеся из горных углублений эхо. Все это, ужасая их, повергало в расслабление. Ибо весь мир был освящен ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевшей некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы.